Добрый день, уважаемые участники конференции! Разрешите представить вашему вниманию доклад, посвященный подготовке высшего и старшего командного состава Красной Армии в советских военных академиях в 1918-1941 годах. Более 75 лет прошло с тех пор, когда Советский Союз победил в Великой Отечественной войне, столкнувшись на полях сражений с грозным и сильным противником – нацистской Германией. Эта победа была одержана не только благодаря героизму и самоотверженности советских солдат и офицеров, но и полководческому искусству тех военачальников, которые во время войны руководили вооруженными силами страны. Эти военачальники по праву носят звание полководцев «Победы», потому что они, помимо военного таланта, обладали научными знаниями, полученными в период обучения в советских военно-учебных заведениях. К таким учебным заведениям относятся прежде всего Академия Генерального штаба РКК и Военная Академия РКК им. Фрунзе. После Октябрьской революции 1917 года советские вооруженные силы, созданные декретами Совнаркома РСФСР от 15 и 29 января 1918 года, остро нуждались в квалифицированных военных кадрах. Поэтому большевики сочли целесообразным сохранить военно-учебные заведения Царской России. Это прежде всего касалось Николаевской Академии Генерального штаба, ликвидировать которую запретил лично Ленин. Однако в условиях разгоравшейся гражданской войны использование Николаевской Академии в ее прежнем составе оказалось невозможно. Это наглядно подтвердили события августа 1918 года, когда почти весь преподавательский состав и большинство слушателей Академии перешли на сторону противников советской власти. В сложившейся ситуации правительство РСФСР распорядило создать новое военно-учебное заведение для подготовки красных генштабистов. 7 октября 1918 года вышел приказ Революционного военного совета республики номер 47, которым предписывалось открыть Академию Генерального штаба РККА. Перед ней была поставлена задача, цитата, давать не только высшее военное и исчерпывающее специальное, но и по возможности широкое общее образование, дабы лица, окончившие ее, могли занять штатные и командные должности и являлись людьми, способными откликнуться на все вопросы политической, общественной и международной жизни. На должности начальника и управляющего делами Академии были назначены бывшие генералы царской армии Климович и Яковлев. Приказом номер 57 от 11 октября 1918 года Революционного военного совета республики направил преподавать в Академию ряд военных специалистов из Всероссийского главного штаба и главных управлений военного ведомства. Торжественное открытие Академии Генерального штаба РККА состоялось в Москве 8 декабря 1918 года. Новому военно-учебному заведению был выделен дом номер 6 по улице Воздвиженко. Слушатели Академии Генштаба помимо стратегии, военной философии, общевойсковой тактики и тактики родов войск, истории военного искусства, службы Генерального штаба и других военных дисциплин должны были изучать государственное и международное право, политическую экономию и вопросы мирового хозяйства, историю цивилизации, народов, социологию, логику и методы научного исследования, а также иностранные языки. В июле 1919 года начальником Академии Генштаба РККА был назначен бывший царский генерал Андрей Евгеньевич Снесарев. Блестящий военачальник и ученый, который владел 14 языками, являлся автором многочисленных военных, военно-географических и педагогических трудов, обладав широкими познаниями в области истории войн и военного искусства. На своей должности Снесарев активно занимался становлением Академии Генштаба как учебного и научного учреждения и много сделал для повышения уровня подготовки советских командиров. Профессорско-преподавательский состав Академии, как правило, это бывшие генералы и офицеры Русской Императорской Армии, обладая сильным научным потенциалом, был способен преподнести слушателям учебный материал на самом высоком профессиональном уровне. Первые научные труды Академии представляли собой сборники лекций профессуры. Например, цикл лекций по стратегии, который читал Незнамов, был издан отдельной книгой «Основы современной стратегии». Опыт, только что закончившийся Первой мировой войны, начали изучать сослушателями профессора стратегии Свичин и профессора истории военного искусства Новицкий. Маршал Советского Союза Мерецков, в те годы учившийся в Академии, вспоминал, «Из первых профессоров наиболее сильное впечатление на меня произвели Александр Андреевич Свичин и Василий Федорович Новицкий, в прошлом офицеры Русской Армии, перешедшие на сторону советской власти, эрудированные специалисты военного дела, оригинальные мыслители, замечательные преподаватели. Хорошо знали они и штабную службу. Это было важно вдвойне, так как в 1918 году составление документов в Красной Армии кое-кто считал одно время чуть ли не буржуазным пережитком, и от этого предрассудка не сразу избавились». Лекции по гражданской войне читали в Ацетис, в 1918-1919 годах главнокомандующий всеми вооруженными силами республики, и Костяев, в те же годы начальник полевого штаба РВСР. Эти лекции посещали не только слушатели, но и преподаватели. Помимо Мерецкова, в первые годы существования Академии Генштаба РККА в ней обучались также Тюленев и Соколовский, ставшие впоследствии известными военачальниками периода Великой Отечественной войны. Приказом РВСР номер 1675 от 5 августа 2021 года Академия Генерального штаба РККА была переименована в Военную академию РККА и передана в непосредственное подчинение главнокомандующему всеми вооруженными силами республики. Новым начальником Академии был назначен командующий войсками Западного фронта Тухачевский. Одновременно с этим на основании приказа РВСР номер 1697 от 8 августа 2021 года при Военной Академии РККА создавались высшие военно-академические курсы. Целью создания их было пополнение и усовершенствование военных знаний старшего командного состава Красной Армии. Приказом РВСР номер 1968 от 11 сентября 2021 года вводилось действие положения о Военной Академии РККА, которое определяло задачи военно-учебного заведения и исходные организационно-методические установки по организации учебного процесса и научной работы. В Совет Академии и ее начальник осуществили ряд мероприятий по перестройке учебного процесса. Учебные дисциплины были объединены в 8 циклов – стратегии, тактики, военной истории, военной организации, военной географии и статистики, службы Генштаба, социально-экономических наук и военного языкознания. В январе 1922 года занятия проходили уже в новом здании на улице Кропоткино, дом номер 19, которое Академия получила благодаря настойчивым ходатайствам Тухачевского. В первые половины 20-х годов в Военной Академии РККА неоднократно проводились отдельные структурные изменения. Приказом РВССР номер 1094 от 30 октября 1925 года был объявлен штат Академии, согласно которому в ней имелось уже три факультета – основной, восточный и снабжение, а также курсы усовершенствования высшего начальства всего состава РККА. Приказом РВССР номер 265 от 14-20 мая 1927 года было введено в действие положение о высших военно-учебных заведениях, согласно которому Военная Академия РККА имени Фрунзе, так она стала называться с ноября 1925 года, имела задачу готовить, цитирую, военных работников, способных руководить войсками на войне и подготовкой войск в военное время по основным военным специальностям – командной, штабной, снабженческой и военно-политической на восточных окраинах. В учебно-организационном отношении Академия делилась на основной факультет с задачами подготовки командиров и штабных работников в масштабе общевойсковых соединений – от полка до корпуса. Факультет снабжения с задачами подготовки администраторов-снабженцев с оперативной подготовкой как в общевойсковых соединениях, так и по всем видам снабжения и устройства тыла, восточный факультет с задачами подготовки военно-политических работников на восточных окраинах, а также военно-научных работников-востоковедов и курсы усовершенствования высшего командного состава РККА. На протяжении всех 20-х годов 20-го века в военной Академии имени Фрунзе продолжали трудиться опытные военные специалисты, бывшие офицеры и генералы русской императорской армии, которых по праву можно назвать учителями будущих полководцев Великой Отечественной войны. Маршал Советского Союза Малиновский, выпускник Академии 30-го года, вспоминал, цитата, Особой популярностью в то время пользовались лекции профессоров Новицкого, Свечина, Верховского, Владиславского, Карбышева, Смысловского, Белецкого, Лукирского, Лигнауа, Токаревского и других. В своих лекциях эти профессора преущественное внимание уделяли научному показу эволюции и перспектив развития того или иного способа боя на основе богатейшего исторического материала. Профессорско-преподавательский состав Военной Академии РКК им. Фрунзе внес значительный вклад в развитие военной науки, обновив ранее изданные и разработав новые труды, пособия и материалы по всем учебным предметам, прежде всего по общевой исковой тактике и тактике родов войск. Заметным событием в жизни Академии стал выход таких трудов, как введение в военную географию Снесарева, мировая война 14-18 годов Зайничковского, техника штабной службы и оперативные документы войсковых штабов Варфоломеева, стратегия и эволюция военного искусства Свечина. Только за 1926-1931 годы в Академии были изданы более 100 различных научных работ и учебных пособий. В 1920-е годы в Военной Академии РКК им. Фрунзе и на курсах усовершенствования при ней учились многие известные советские военачальники периода Великой Отечественной войны, в том числе Воронов, Жуков, Конев, Малиновский, Рокоссовский, Тимошенко и Чуйков. В январе 1931 года начальник штаба РКК Борис Михайлович Шапошников выступил с идеей создания в Академии оперативного факультета. Это предложение было одобрено и в соответствии с приказом РВС СССР номер 056 от 10 августа 1931 года факультет был создан. Согласно положению, введенному в действие этим же приказом, оперативный факультет имел назначение подготовку работников в оперативные органы штабов корпусов, армии, фронтов и штаба РКК и должен был комплектоваться командирами РКК, окончившими военную академию РКК и командный факультет военно-воздушной академии РКК и не окончившими академии, но имеющими хорошее тактическое развитие и практический опыт. Подбор кандидатов в слушатели факультета поручалось производить главному управлению РКК по согласованию со штабом РКК и только из числа лиц, признанных по своей подготовке и по политико-моральным качествам соответствующими назначению в оперативные органы. С декабря 1932 года оперативным факультетом руководил известный ученый и педагог Исерсон. Для проведения занятий со слушателями привлекались такие опытные преподаватели и ученые, как Веревкин-Рахальский, Волубев, Карбышев, Калинковский, Красильников, Лапчинский, Меликов, Сергеев, Федотов и другие. С лекциями выступал и лично Шапошников в апреле 1932 года, назначенный на должность начальника военной академии РКК и Внефрунзе. В первой половине 30-х годов на оперативном факультете этой академии проходили обучения будущие маршалы Советского Союза Говоров, Захаров и Толбухи, а также будущий начальник генерального штаба Красной Армии Антонов. В начале 1936 года наркоматам обороны СССР было признано, что военная академия Инефрунзе, успешно выполняя задачу по подготовке командиров тактического звена и развитию теории тактики, уже не в состоянии качественно и в нужном количестве готовить старший и высший комсостав и вести разработку актуальных вопросов теории стратегии и оперативного искусства. В связи с этим возникло необходимость создания специального высшего военно-учебного заведения. В итоге ЦК БКПБ и Советское правительство, рассмотрев ходатайство наркомата обороны СССР, приняло решение воссоздать в Москве Академию Генерального штаба РККА. 11 апреля 1936 года был издан приказ НКО СССР номер 058 о сформировании Академии Генштаба и введении в действие временного положения о ней. В соответствии с этим положением Академия Генерального штаба РККА, являясь высшим военно-учебным заведением, имела задачей совершенствования высококвалифицированных командиров для несения службы Генерального штаба в крупных общевойсковых штабах и органах высшего командования. Слушателями Академии могли стать лица, уже окончившие одну из Академий РККА, преимущественно Военную Академию имени Фрунзе, и проявившие свою способность к штабной работе. Первым начальником воссозданной Академии Генштаба РККА стал Камгив Кучинский, до этого занимавший должность начальника штаба Киевского военного округа. Профессорско-преподавательский состав Академии подбирался из числа общевойсковых командиров, обладавших практическим опытом работы в оперативном и стратегическом звеньях управления, а также из числа преподавателей других военно-учебных заведений, прежде всего Военной Академии имени Фрунзе. Которые зарекомендовали себя талантливыми педагогами и военными учеными. Среди слушателей первого набора были будущие полководцы и начальники Великой Отечественной войны, ставшие последствиями широко известными в стране и за рубежом. Антонов, Баграмян, Василевский, Ватутин, Говоров, Захаров, Казаков, Сандалов и другие. Маршал Советского Союза Баграмян, выпускник Академии 1938 года, вспоминал, цитирует, «Из генералов и офицеров, окончивших Академию Генерального Штаба, до войны сформировался основной костяк высшего начальствующего состава армии, который в трудные годы Великой Отечественной войны умело руководил соединениями, армиями, фронтами и высшими штабами». Можно без привлечения сказать, что значительная часть командиров дивизии корпусов, командующих войсками фронтов и армиями, выдающихся начальников крупных штабов, вышла или из слушателей Академии, или из ее профессорско-преподавательского состава. В 1936 году Академии Генерального Штаба РКК были выделены два больших здания, дома номер 16 и номер 18 по Большому Трубецкому переулку. В том же году приказом НКО СССР номер 191 для командования преподавательского состава и слушателей Академии была проведена особая форма одежды. Официальное открытие воссозданной Академии Генерального Штаба, на котором присутствовали начальник Генштаба РКК Маршал Егоров, руководящие работники Наркомата обороны, представители других Академий, ряда военных округов и общественности, состоялось 1 ноября 1936 года. Основное внимание в Академии Генштаба в первый год ее существования уделялось ознакомлению с военной техникой, изучению на соответствующих кафедрах, тактике высших соединений, армейских операций, вопросов организации и мобилизации вооруженных сил, военной истории и иностранных языков. К сентябрю 1937 года была дополнительно создана кафедра социально-экономических наук. Кафедра армейской операции была реорганизована в кафедру оперативного искусства, а кафедра организации и мобилизации в кафедру подготовки страны к обороне. В то же время с изучением военной стратегии в Академии положение было гораздо сложнее. Чтение лекционного курса по стратегии в начале ноября 1937 года было поручено комдиву Свечину. Однако, по воспоминаниям современников, профессор Свечин вскоре был отстранен от чтения лекций, поскольку в первой же своей установочной лекции допустил обвинение в адрес Ленина, в частности в оценке причин поражения царской России в русско-японской войне. В итоге военная стратегия была исключена, хотя и временно, из-за программы Академии, так как кафедра стратегии еще не сформировалась, а материал по ее курсе, кроме Свечина, больше некому было подготовить в кратчайшие сроки. В сложившейся ситуации, когда слушателю Академии Генштаба все же необходимо было знакомить с общими основами военной стратегии, положение вынуждено было спасать кафедры военной истории, чьи учебные программы предусматривали изучение истории войн и военного искусства, в том числе и вопросов военной стратегии, как и его составной части. Таким образом, накануя Великой Отечественной войны, в Академии Генерального штаба РКК курс военной истории призван был решать важнейшие задачи по подготовке старшего и высшего командного состава Красной Армии, во многом восполняя отсутствующий курс стратегии. И это не являлось случайностью, поскольку значение военной истории для изучения военной стратегии уже давно было признано видными отечественными и зарубежными теоретиками и практиками военного дела. В заключении следует отметить, что основы победы в Великой Отечественной войне закладывались еще задолго до ее начала. И в этом далеко не последнюю роль сыграла подготовка старшего и высшего командного состава Красной Армии в советских военных академиях. Некая духовная преемственность между полководцами победы и теми, кто в свое время учил их воевать. Именно они, преподаватели высших военно-учебных заведений, передавали будущим полководцам систематизированные знания, которые облегчали им понимание сложных военных явлений и способствовали развитию качеств, необходимых для победы над противником. Спасибо за внимание.